Структура экзамена TOEFL. Какие в нем есть части, типы заданий и подтипы. В этом видео расскажу вам все, что нужно знать о каждой из частей заданий, для того, чтобы вы не столкнулись ни с чем неизвестным при сдаче этого экзамена. Первое, что важно знать, что TOEFL это Test of English as a Foreign Language, то есть вас тестируют на способность общаться на нем на уровне академическом, для того, чтобы вы могли учиться. То есть если вы хотите просто подтвердить свои знания английского языка, вам нужно задавать более простые экзамены, такие как IELTS General или TOEIC. О них у меня есть отдельные видео, оставлю их здесь и в ссылке в описании. Но если вы уже решили поступать в магистратуру, бакалавр, PHD, вам в любом случае понадобится TOEFL или IELTS Academic. Разница этих двух экзаменов я тоже сделала отдельное видео. Если вы поступаете в США, вам нужен TOEFL, но многие вузы, даже топовые вузы, такие как Stanford и Garfield, они принимают все-таки IELTS. Поэтому если вы уже сдали этот экзамен или чувствуете, что IELTS вам больше подойдет, обратитесь в admissions вашего университета, в приемную комиссию, напишите им, что я собираюсь сдавать такой экзамен, подойдет ли он. И есть шанс, что вам получится лучше сдать какой-то другой экзамен, например, IELTS, если вы чувствуете по моему описанию, что этот экзамен лучше подходит, и вы лучше себя покажете на определенных частях, тогда сдавайте его и просто договаривайтесь с вузом. Я часто помогаю ребятам подобрать вузы, и вот мы уже проходили это много раз, мы видим, что вузы идут навстречу, они не хотят заставлять вас еще раз сдавать другой экзамен, если вы уже на одном экзамене доказали, что у вас высокий уровень. Так как баллы одного экзамена в другой переводятся очень легко. Про TOEFL. У него есть четыре части, они тестируют все ваши навыки владения английским языком, то есть чтение, письмо, говорение и аудирование. Экзамен начинается с части reading, она очень долгая, 60-80 минут, в зависимости от того, какое количество текстов вы получите. У вас будут тексты разной сложности, разной направленности, но они будут академические, то есть это то, что вы могли бы встретить в учебнике, например, первый курс биологии, и там рассказывается о том, как развивались виды каких-то ракушек, или на уроке бизнеса и экономики. Но вам не нужно иметь какие-то специальные знания, и, скорее всего, они вам никак не помогут, потому что все вопросы основаны на том, что написано в тексте. Если вы будете притягивать туда какую-то информацию, которую вы знаете лично, стороннюю информацию, скорее всего, она вам навредит, а не поможет. Типа вопросов там разные, но они делятся на две группы. Есть pre-answered и non-pre-answered. Pre-answered questions, то есть вопросы, на которые уже есть ответы внутри самого текста. То есть вам нужно просто найти то место, где это написано, прочитать, и там вербатум сказан ответ, который есть в вариантах ответа. Это примерно половина вопросов. То есть если вы можете отвечать только на такие вопросы, и другие вопросы вам просто недоступны, или, например, вашего вокабуляра, или из-за вашего уровня английского языка, то, конечно, много баллов на TOEFL вы не получите. Второй тип вопросов это non-pre-answered, то есть неотвеченные вопросы заранее, это те вопросы, где вам нужно прочитать в тексте, в разных местах сопоставить информацию, возможно, подумать с точки зрения автора текста, зачем он это говорил, какая у него точка зрения, согласился бы он с этим или не согласился, что он пытается здесь намекнуть. То есть это не сказанные вещи в лоб. И это самые сложные, естественно, вопросы, и когда вы получаете невысокий балл на TOEFL, вам отправляют ваш балл, и вместе с ним есть фидбэк. И вот фидбэк обычно так и пишет, что Что это значит? То есть человек может понимать те идеи, которые сказаны прямо, но он не может понимать те идеи, которые завуалированы, на которых намекают, ему нужно додумать. Это так называемые Если вы проясните слово infer и assume, вы поймете, что это значит додумывать, догадываться, предполагать, то есть делать выводы на основе каких-то фактов, но это не сказано прямо. Вот такие вопросы я учу решать, потому что здесь зачастую люди слишком додумывают, притягивают лишнюю информацию, то есть додумывать логически еще нужно уметь, для того, чтобы не придумывать чего-то лишнего, или не брать то, что и так уже сказано в тексте, потому что вы не знаете, что же делать с этими вопросами. С рейдингом понятно, на новой версии с 2019 года всего по 10 вопросов, а не по 13 на каждом из текстов, поэтому стало немножко легче, потому что нет такого веса на одном тексте, то есть раньше у вас 13 вопросов, если вы не поняли этот текст, не повезло, да, не ваша тема, какая-нибудь психология или эволюция, но не понимаете вы слова из этой темы, вы сливаете сразу большое количество вопросов. Сейчас у всего 10 вопросов, то есть текстов стало больше, потому что по времени эта часть не укоротилась, и у вас есть больше вариантов на разные темы поотвечать, то есть статистически стресса и важности от одного текста меньше. Вторая часть это listening, она также может длиться 60-90 минут, будет варьироваться количество аудио, которое вы слушаете, впрочем, часть reading и listening, они варьируются по длине, потому что еще туда закидывают тестовые вопросы, вы за них не получаете оценку, на вас по сути тестируют вопросы следующего поколения экзамена, и поэтому не переживайте, если есть какие-то вопросы, которые вы думаете, что вообще это такое странное, потому что меньше, чем 60% людей, если ответили верно на этот вопрос, то его выкинут, то есть его не будут использовать. Поэтому выдыхаем, понимаем, что не обязательно отвечать верно абсолютно на все вопросы, есть некоторые из них, которые просто неадекватны, и вы физически не можете на них ответить. Варианты аудио, которые вы будете слушать на части listening, будут варьироваться от разговорного какого-то жанра, где люди просто что-то обсуждают друг с другом из обычной жизни, также человек просто может монологом рассказывать какая-то у него ситуация, также у вас будут академические дискуссии между, например, студентами и профессором, и будет лекция, где профессор просто читает лекцию. Естественно, таким образом уровень текстов усложняется, они от простых разговорных идут к академическим, но даже разговорные тексты зачастую сложны, потому что там люди используют разговорную лекцию, какие-то идиомы, сленг, и вы должны это понимать, если вы хотите получать высокий балл. Поэтому я всегда говорю, обязательно изучайте идиомы, употребляйте их на части speaking и writing, и, естественно, будет легче понимать и тексты в части reading и в audio listening. Кстати, у меня есть отдельное видео про слова и лексику для TOEFL, оставлю его здесь и в описании к этому видео, потому что большой, огромный запас слов должен быть для того, чтобы сдать этот экзамен на высокий уровень, так как от вас требуется где-то уровень advanced, если вы хотите сдать больше 100, и уровень upper intermediate, если вы хотите сдать в районе 80-90 баллов. Третья часть будет часть speaking, на которой вы поговорите примерно 20 минут. Все записывается в компьютер, и потом вас проверяют отдельные экзаменаторы, два разных человека, которые сидят в разных концах света, они проверяют одновременно, у них есть четкий чек-лист, и если их баллы не сойдутся, то будут разборки. Обычно их баллы очень точно должны сходиться, потому что у них есть очень четкие гайдлайны, очень четкие правила, по которым они у вас забирают баллы, за которые они вам начисляют баллы. Я для этого сделала специальные шаблоны, вот после нововведения в 2019 году вместо шести частей, на TOEFL speaking стало всего четыре, соответственно, вес каждой из этих частей стал больше, то есть ошибаться стало дороже и опаснее, поэтому очень важно использовать шаблоны. Часть speaking one вам дается выбор. Вы бы предпочли жить в большом загородном доме или в маленькой квартире в центре города, и вы должны это обосновать. Дальше у вас будет вторая часть, которая прошлое, writing three. Вам рассказывают какую-то новость, новое введение на кампусе, то есть обычной студенческой жизни. Потом вы слушаете, что студенты думают об этом, обычно они с этим не согласны, но бывает по-разному, и они объясняют, почему. Вам нужно рассказать две причины, почему они не согласны. Дальше у вас идет третья часть, это уже академический текст, который рассказывает про какой-нибудь концепт, то есть, например, про эволюцию. Что такое эволюция? Дается определение этого концепта, и дальше вы слушаете профессора, рассказывающего какие-то примеры на эту тему. Вам также нужно это совместить, 30 секунд поготовиться, 60 секунд рассказать. На бывшей шестой части, теперь она становится четвертой, пятую выбросили, нету больше дискуссии студентов на кампусе, на шестой части вы будете слушать просто лекцию, то есть никакого текста, вам профессор что-то рассказывает. Обычно там есть каких-то два аспекта про что-то, например, два этапа развития искусства или литературы, или музыки. Очень похоже на часть listening по факту, только в части listening вам проще, гораздо записываете себе конспект, и потом выбираете, протыкиваете варианты ответов правильные. А здесь вам нужно это еще переформулировать, потому что говорить он будет 2-3 минуты, а вам это нужно выдать за 60 секунд. То есть вам нужно что-то выбросить и рассказать только самое главное. Четвертая часть, это часть writing, на которой у вас будет две части, два разных эссе, на первую часть 20 минут, на вторую 30 минут. В первом задании вам нужно будет сначала прочитать текст, в котором есть каких-то три идеи, ну на одну и ту же тему. Например, пишет HR, что теперь нам нужно внедрять teamwork, потому что teamwork очень полезно. Вот эта вот работа в командах, современный тренд, мы все работаем в командах, мы становимся более эффективными. Вы этот текст прочитали, выделили для себя все эти три идеи, как тезисно записали. Текст у вас будет перед глазами, когда вы будете писать эссе. А дальше вы слушаете, слушаете всего один раз, и на слух должны понять, как человек, который спикер, противоречит тем идеям, которые были написаны в этом тексте. Он всегда будет противоречен, он всегда будет их опровергать. Каждой из трех идей в тексте у него будет свое опровержение. То есть у вас три на три идеи, вы должны их сопоставить, и потом написать эссе. Я здесь даю шаблон. Естественно, по шаблону писать гораздо проще. Там показано, как делать вводное предложение в параграф, как делать вывод. То есть все очень четенько, вы идете по шаблону. Это очень помогает, потому что выдать какой-то творческий труд в моменте на третьем часу экзамена очень тяжело. Второе задание, оно более сложное, потому что вы здесь полностью в свободном плавании. Это аргументированное эссе, когда вам дают какую-нибудь идею, типа интернет испортил нашу жизнь. Или гаджеты сильно нам помогают. И вы должны для себя эту тему сначала сделать более конкретной. Что для меня интернет? Что я понимаю под этим? Вам нужно будет написать определенный объем слов. Вы можете выходить за него. Вы обычно пишете всегда больше, потому что там 250 слов, это очень мало. На самом деле нужно писать 400-500 слов, но не больше. Писать 900 слов или 500 слов, разницы не будет, потому что если вы, допустите, кучу ошибок, или будете писать несу-смятицу нелогичную, то вам больше за это баллов не дадут. У меня есть отдельное видео, где я показываю фидбэк, который дают экзаменаторы определенным эссе. И также делаю с части speaking. То есть какая часть speaking получила бы хорошие баллы, а какая часть speaking, и за что она потеряет баллы. То же самое с частью writing. Показываю разбор каждого эссе, даю свои комментарии для того, чтобы вы могли применить это к себе, смогли бы вы вот так вот написать, или вы скорее были бы где-то в этом диапазоне оценки. Тут, естественно, оценивается и вокабуляр, и грамматика, и построение фраз, и для того, чтобы у вас было разнообразие в грамматических структурах, чтобы было интересно читать, чтобы была логичность. То есть если вы противоречите сами себе, или так и не сказали, какой стороны, точки зрения, вы придерживаетесь, это все пойдет в минус. Мы волнуемся о логичности структуры, правильности грамматики, то, чтобы мы, у меня есть такой целый чек-лист, прошли и упомянули все из моего чек-листа. Там будет и личный опыт, и упоминание статистик, и каждый тип грамматических структур, он должен присутствовать. Поэтому вы просто проходите по этому чек-листу, проверяете, все ли вы из этого использовали, и выдыхаете. Естественно, тысяча слов, которые я оставлю в описании к этому видео, должна повлиять на ваше качество райтинга, если вы выучите эти слова, также идиомы для TOEFL, вы сможете их использовать и поднимать свой уровень балла. Итак, теперь вы знаете все четыре части на экзамене TOEFL, каждая из них дает вам максимум 30 баллов, и в сумме вы получаете 120 баллов. Конечно, если у вас один сильнее, чем другой, вы можете им немножко вытянуть, потому что здесь не средний балл, как files, а именно общий балл. То есть если вы на одной части получили там 29 или 30 баллов, это очень хорошо вытянет ваш средний балл. Но я еще не видела людей, которые на одной части получали на 10 баллов больше, чем на других, потому что навыки, они обычно, естественно, из одного другого перетекают. Если вы понимаете слова, то вы обычно их используете в речи. Если вы можете хорошо говорить, вряд ли вы будете плохо писать. Поэтому я рекомендую начинать с самой слабой части. В моем онлайн-курсе мы начинаем с части speaking, потому что ее нужно много тренировать, нужно привыкать к своему голосу, нужно раскачивать скорость речи, скорость мысли, использовать, естественно, грамматику более сложную, привыкать к этому, ко всему. И в полете фантазии еще успевать использовать эти сложные слова. Это непросто, поэтому я не даю вам сразу все эти задачи разом. Я показываю, как это делать постепенно. Сначала изучаем грамматику, потом учимся прояснять слова, потом учим отдельные структуры составлять, потом применяем это к разным тематикам. Для каждой темы мы еще учим идиомы, для того, чтобы, когда вас спросили про, например, здоровый образ жизни или спорт, у вас было пара идиом на эту тему. Или про отношения. Кстати, у меня есть пара видео, в которых я даю готовые идиомы для бизнеса, для отношений и других тем. Оставлю их здесь и также в описании к этому видео, для того, чтобы уже сейчас могли начинать потихоньку их на себя применять. И когда вы решили уже сдавать тофу, вам не надо было тут же выучить несколько тысяч слов. Приглашаю вас на мой онлайн мастер-класс, потому что на нем мы можем рассчитать, сколько времени потребуется именно вам, для того, чтобы сдать тофу на тот балл, который вы хотите, учитывая то количество времени, которое вы можете проводить каждый день на подготовку, с того уровня, на котором вы есть сейчас. Если хотите узнать ваш уровень, я оставлю здесь по ссылке мои тесты на определение уровня знания английского языка. Они бесплатные, вы можете пройти их быстро онлайн и тут же получить результат. Если вы еще со мной, ставьте мне лайк, мне будет очень приятно. А вы точно сдадите экзамен, я лично пожелаю вам удачи. Напишите, пожалуйста, здесь в комментариях, для чего вы вы сдаете и какая часть на сегодняшний день для вас самая сложная. Я буду знать, какие видео еще записать. Подписывайтесь, для того, чтобы не пропустить новости по подготовке к тофу и увидимся в следующих видео. Пока-пока.